Приветствую, уважаемые трейдеры, с вами я Мария Кухтай, вы смотрите рубрику «Пульс рынка» с Марией Кухтай. В сегодняшнем обзоре будут свежие торговые идеи для вас на предстоящую торговую неделю. Также посмотрим мои предыдущие торговые рекомендации, которые вы от меня получали на прошлых выходных. Я покажу, как я перевернулась по рынку на прошлой торговой неделе. И замечательно, мне удалось заработать на росте индекса доллара, на укрепление американского доллара по отношению к швейцарскому франку, а также на продаже фондовых индексов. Ну что ж, ребят, я хочу напомнить о том, что данное видео выйдет на моем YouTube-канале в воскресенье 14 мая и на YouTube-канале компания «Маркетс». Видео продублируется в понедельник 15 мая. Давайте начнем с первого блока сегодняшнего обзора. И это свежие торговые идеи для вас на предстоящей торговой неделе. Итак, S&P. S&P 500 – это первый инструмент, который я вам предлагаю торговать на продажу. Открываем сделочки по фондовому индексу S&P 500. На самом деле у нас шикарная комбинация нарисовалась, шикарный шортовый паттерн. В закрытом канале с подписчиками мы уже сидим в продажах. То есть сейчас у нас доформировалась торговая шортовая ситуация. Шортовая модель, которая состоит из защитного импульса, подтвержденного защитного шортового движения, которое произошло 1, 2, 3 и 4 мая по фондовому индексу S&P 500. После чего коррекционное движение до откатной зоны сопротивления 41, 45, длительная консолидация позиции, перекрытие локального давления наверх, то есть локально сжать сцены вниз мы с вами видим по S&P 500 текущее. И замечательно, у нас закрылась девочка пятница. То есть девочка пятница фактически подтвердила уже формирование шортовой комбинации. Комбинации окончательно здесь у нас уже готов индекс S&P 500 дальше снижаться в сторону комбинации шортовой, которая у нас здесь образовалась и с целью на достижение поддержки в районе 40, 60. Это первая цель для снижения и ниже. То есть в принципе у нас здесь есть замечательная шортовая комбинация, которая предполагает не только краткосрочное, но и среднесрочное снижение по S&P 500. Я считаю, что все предпосылки для того, чтобы пробивать поддержку 40, 60 и дальше двигаться в шорт у нас присутствуют. Поэтому открываем продажи по S&P, стоп-флосс выставляем за максимум коррекции, которую мы с вами видели 10 мая и ожидаем дальнейшего импульсного движения вниз. Так, следующая торговая идея для вас – это золото. Ребят, по золоту у нас, несмотря на то, что уверена лонговая тенденция, но все-таки локальная шортовая комбинация у нас нарисовалась. Локальная шортовая комбинация позволяет определить дальнейшие шорты по данному металлу, поэтому предлагаю работать в шорт. Здесь у нас тоже есть уже сформировавшийся шортовый паттерн потенциально защитное движение, у нас подтверждено в виде правильной комбинации последующей. И это все дает возможность прогнозировать дальнейшие, по крайней мере, коррекционные шорты по золоту. И следующая цель для снижения – 19.80 поддержка. Если эту поддержку пробьем, все шансы для того, что дальше будем уходить вниз, у нас присутствуют. Но что касается золота, хочу отметить такой нюанс, что, в принципе, по золоту все-таки рассматриваю краткосрочные снижения, то есть не рассматриваю каких-то особых сильных шортовых движений. Почему? Потому что все-таки золото у нас, если рассматривать среднесрочно, смотрится в рост среднесрочный, у нас есть такой лангувый тренд. И в сторону этого тренда, я думаю, что дальше будем двигаться. Это если смотреть более глобально на ситуацию по данному металлу. Но, тем не менее, это не мешает локально заработать на продажах, потому что сейчас у нас есть подтвержденная шортовая комбинация, как я уже сказала, ниже локальной откатной зоны сопротивления 20.38. Рекомендую открывать продажи по золоту, либо с секущих, либо еще какую-то, возможно, коррекцию сделаем в рамках вот этого у нас перекрытия, которое произошло в четверг и в пятницу на прошлой торговой неделе. Но, тем не менее, мы смотрим коррекционно вниз. Цель для снижения я озвучила. Это консолидационная поддержка 19.80. Если будем ее пробивать, возможно, еще уйдем ниже. Если нет, ну здесь нужно будет в любом случае фиксировать хотя бы 50% позиции на продажу в силу тренда, в силу лонговой тенденции и, в принципе, как я уже сказала, в силу среднесрочной лонговой перспективы по данному металлу. Поэтому краткосрочно, спекулятивно можно шортить. И дальше сопровождаем нашу шортовую позицию. Так, и еще одна торговая рекомендация для вас на предстоящую торговую неделю. Доллар-иена, ребята, из валютного рынка предлагают открывать покупки по доллар-иене. Что по доллар-иене? Ну, смотрите, на самом деле в сторону тенденции локальной, которая у нас образовалась после коррекционного снижения локальной лонговой тенденции, начиная с начала фактически апреля, у нас произошло замечательное лонговое движение, трендовое движение по доллар-иене, после чего коррекционное снижение до откатной зоны поддержки 134, перекрытие лонговое, то есть ключевой момент, который мы сейчас видим, информационный, графический по доллар-иене, это закрытие дневочки пятницы. Импульсное перекрытие лонговое говорит о том, что доллар-иена у нас дальше собирается двигаться на север. В сторону как локальной лонговой тенденции, так и более среднесрочной лонговой тенденции, которая у нас образовалась еще с середины месяца января текущего года. Посмотрите, замечательный лонговый тренд, после чего коррекция, и фактически полностью эту коррекцию перекрыли. Перекрыли вот эту глобальную коррекцию, нарисовали шартовую комбинацию свежую, и дальше мы смотримся среднесрочно на покупочку по доллар-иене. Цель для роста – это сопротивление текущей 137.80 максимума текущего месяца и максимума месяца марта. Первая цель для роста. И если удастся пробить данную ценовую зону, я думаю, что все предпосылки для того, чтобы дальше двигаться на север у нас присутствуют. Почему? Потому что в сторону тенденции смотрится данная валютная пара, в сторону лонгового тренда предлагают открывать лонги. Но один нюанс, который вы сейчас должны понимать. Посмотрите. Значит, у нас лонговое перекрытие произошло. Лонги, возможно, либо с текущих, либо от коррекции. То есть не исключаю еще вариант коррекции по доллар-иене в рамках импульсного лонгового движения, перекрывающего которое у нас произошло в пятницу 12 мая. В любом случае, лонговые направления понятны. Точку входа ищем, но можно рисково открыть и с текущих лонгей. То есть мы либо с текущих уже будем заходить на покупочку и дальше рассе, либо, как я уже сказала, еще будем добирать торговую позицию в рамках лонгового перекрытия. Тем не менее, комбинация уже есть полностью сформированная. Можно дальше работать в сторону этого лонгового паттерна и ожидать дальнейшего импульсного выброса наверх по данному инструменту с целью на обновление максимумов месяца текущего и выше. Ну что ж, ребят, это были свежие торговые идеи для вас на предстоящую торговую неделю. Теперь давайте посмотрим ситуацию по моим предыдущим торговым рекомендациям, которые вы от меня получали на прошлых выходных. Ребят, хочу отметить один нюанс. На прошлых выходных я вам рекомендовала открывать сделочки на ослабление индекса доллара и, соответственно, на укрепление евро и швейцарского франка по отношению к американскому доллару. Но есть один нюанс принципиальный. Я уже неоднократно говорила о том, что обзоры, которые выходят на выходных, могут иметь какие-то корректировки графические. То есть у нас, в принципе, рынок динамичен, рынок может менять ситуацию на противоположную. И это все нужно понимать, это все нужно читать из графика. Что я, в принципе, сделала. Поэтому, ребята, кто подписан на мои ресурсы, это на мой YouTube-канал Мария Кухта Трейдер и на мой открытый Telegram-канал Мария Кухта Трейдер, в среду вы от меня получили торговые рекомендации противоположные. То есть я увидела, что индекс доллара у нас рисует разворот контртрендовый. То есть если еще на момент, значит, моего записи, моего обзора 7 мая, в прошлые выходные, в прошлое воскресенье, да, то есть я еще видела шарты по индексу доллара в сторону тенденции, но здесь были закономерные продажи, потому что мы зажимались вниз, в принципе. Здесь перекрытия лонгова еще не было, но среда, смотрите, вторник, закрытие вторника и среда на прошлой торговой неделе у нас подтвердили дальнейшие лонговые перспективы. Перекрытие лонговое, подтверждение перекрытия локальное. Своим подписчикам я порекомендовала открывать лонги, то есть я написала о том, что у нас произошла отмена шартового сценария. Посмотрите, это среда 10 мая, мой открытый Telegram-канал Мария Кухта Трейдер, то есть не только в закрытом канале, мои подписчики получили от меня торговый сигнал, но и продублировала в открытый Telegram-канал. Почему? Потому что, чтобы вы четко понимали, что если я вижу ситуацию по рынку, если я вижу изменение ситуации по рынку, я могу скорректировать свой анализ, я могу сделать какие-то корректировки, и соответствующие информационные сообщения от меня вы получите. Итак, индекс доллара. Произошла отмена шартового сценария, это у нас среда 10 мая. На текущий момент индекс доллара нацелен наверх, сформировали лонговый паттерн, можно открывать покупки с целью на прорыв сопротивления 102,2 и выше. Значит, это публикация в открытом Telegram-канале. Соответствующие видео я записала для своего YouTube-канала. Посмотрите, торговые идеи по фондовым индексам плюс Dixie. Если не смотрели, посмотрите. И сами убедитесь в том, что не постфактум, публично. Я перевернулась по индексу доллара. Я сказала, что у нас произошла отмена шартового сценария, и дальше Dixie нацелен на север. Что это мне дало? Да, в принципе, это дало возможность заработать на покупке индекса доллара. Не только индекса доллара, но и доллар-франка. В закрытом канале также подписчики от меня получали торговый сигнал на покупку по доллар-франку. Чуть позже покажу торговую сделочку, торговую рекомендацию по US Dixie. И замечательно-замечательно закрыли торговую прошлую неделю. Поэтому я уже неоднократно акцентировала внимание на то, чтобы вы подписывались на мои открытые ресурсы, на мой YouTube-канал «Мария Кухтотрейдер», на мой Telegram-канал «Открытая Мария Кухтотрейдер», для того, чтобы всегда быть в курсе, как апдейтов по тем торговым рекомендациям, которые вы от меня получаете, так и по рынку, если рынок какие-то корректировки вносит, свои изменения. То есть я всегда смотрю на ту ситуацию, на ту информацию, которую мне показывает график. Если график показал изменения сценария, я это прочитала из графика, я это написала, соответственно, в своем открытом Telegram-канале и на YouTube-канале «Мария Кухтотрейдер» вы также получили от меня торговую идею по индексу доллара на покупочку. Итак, теперь давайте посмотрим ситуацию по Дикси. Замечательный рост, замечательный импульс на север у нас произошли. Четверг, пятница, просто шикарная, лонговая, такое краткосрочное ралли мы с вами увидели по Дикси, как я и спрогнозировала. Разворот по индексу доллара, ребят, заходные импульсы у нас уже есть. После этого, уверенно, можно дальше продолжать работать на покупку. Но, смотрите, точки входа в лон сейчас нет. То есть мы уже удерживаем покупку по индексу доллара. В закрытом канале буквально в часов 8 вечера я зафиксировала 50% позиции, то есть на максимумах я зафиксировала 50% позиции на покупочку, стоп-лосс перевела без убыток, и здесь мы, вот здесь мы покупали, значит, вот это все движение мы заработали в закрытом канале. Кто покупал по моей торговой рекомендации с открытого канала, вы также могли заработать на покупке по индексу доллара. Замечательный импульс, замечательная отработка, отличная графическая информация, которую я здесь увидела, и отличная отработка. Поэтому еще раз подписывайтесь на мои открытые ресурсы, и всегда будьте в курсе основных графических информационных ситуаций и также корректировок и изменений, если это происходит на графике, по основным финансоинструментам. Значит, индекс доллара рассказала. Индекс доллара у нас просто отличный лонг, ребята. Это еще раз доказывает то, что нужно быть гибким. Нужно читать график с позиции информационной наполненности графика. То есть если график рисует какую-то лонговую либо шортовую комбинацию, это можно все прочесть, и это все можно отработать, и на этом можно заработать. Если нет каких-то еще достаточно информационных элементов на графике, нужно ждать каких-то дополнительных графических элементов, нужно ждать дополнительной информации для того, чтобы можно было уже увидеть до конца сформированный какой-то паттерн, до конца сформированную комбинацию, и уже тогда ее отрабатывать. Что, в принципе, здесь и произошло. Индекс доллара, давайте расскажу ход мыслей. У нас произошло подтверждение потенциально защитного движения, которое у нас нарисовалось 14 и 17 апреля, лонговые импульсы, после чего коррекционное движение, перекрытие раз, коррекционное движение, перекрытие два. Это сильная лонговая комбинация, контртрендовая комбинация, которая сформировалась по индексу доллара, и посмотрите, что сделал индекс доллара. Шикарный лонг, шикарная отработка, и соответствующая у нас получилась лонговая комбинация, которая дала возможность неплохо заработать на покупочках по дикси. Доллар-франк – это еще одна торговая рекомендация, которую получили подписчики уже в закрытом телеграм-канале. То есть если вы желаете получать от меня больше торговых рекомендаций, вы можете подписаться на мой закрытый телеграм-канал, и будете получать от меня торговые идеи, торговые сигналы с ценовым уровнем стоп-лосса. То есть я графически показываю, куда нужно выставить стоп-лосс, и с сопровождением каждой торговой позиции, которую от меня получают подписчики в закрытом телеграм-канале. Здесь я, смотрите, Мария Кухта-трейдер продублировала свое видео, где я рекомендовала шортить фондовые индексы, сейчас мы их посмотрим, и покупать с дикси. Значит, и давайте посмотрим доллар-франк. Значит, вот доллар-франк. А, это дикси, сейчас секундочку. Доллар-франк – торговая идея закрытого канала, где рекомендовала открывать покупку. И давайте посмотрим отработка. Отработка ланга. Посмотрите, здесь я тоже зафиксировала 30% позиции на покупочку. В закрытом канале стоп-лосс перевела в безубыток, и, в принципе, дальше буду сопровождать свою сделку, свою рекомендацию, которую получили подписчики в моем закрытом телеграм-канале Вип Мария Кухта. Это касательно валютного рынка, ребята. То есть вы видите, что я перевернулась по рынку, правильно, перевернулась вовремя. И это дало возможность мне замечательно заработать на этом. И теперь давайте еще посмотрим фондовый индекс. Значит, по фондовым индексам тоже в среду, в среду 10 мая шарты по S&P до Jones, Nasdaq. Фондовые индексы, которые я рекомендовала шартить, несмотря на то, что были ланговые тренды, несмотря на то, что у нас ланговые тенденции здесь довольно-таки уверенные за последние несколько торговых месяцев, результаты, тренды, особенно по DAX. Но это не помешало увидеть шартовые формации подтвержденные и спрогнозировать шарты. Краткосрочно мы уже себя отработали. То есть у нас S&P неплохо как локально снижался в моменте, так и, в принципе, пятница у нас дала возможность локальные падения увидеть и краткосрочно интердей на этом заработать. Но, как я уже сказала, сегодня в первом блоке сегодняшнего обзора на этом движение S&P вниз не закончено. Мы только доформировали шартовую позицию. Почему? Потому что, если посмотреть более глобально, в таком более крупном формате, у нас здесь есть, у нас присутствует замечательная шартовая среднесрочная комбинация. Ребята, поэтому среднесрочные S&P дальше можно шартить. Продолжаем удерживать шарты. Моя торговая рекомендация на продажу по фондам S&P 500 в силе. Если вы еще не шартили, можете с понедельника секущих открывать продажи, как я уже сказала, и ожидать дальнейшего снижения. Dow Jones. Dow Jones, на самом деле, отлично, отлично снижение показал. Посмотрите, 10 мая среда. Dow Jones падение уже среда-четверг. Замечательная у нас отработка локальная. Дальше Dow Jones у нас тоже смотрится на снижение. Но как торговую идею, как торговую сделочку, я эту ситуацию не реализовывала в закрытом телеграм-канале. То есть я с подписчиками работала только с S&P 500 и с фондовых индексов, потому что все-таки S&P, ну, как мне кажется, да, там очень хорошая есть шартовая комбинация. И, в принципе, замечательные среднесрочные у нас в перспективе присутствуют шартовые. Тем не менее, кто торгует Dow Jones, тоже могли заработать на шартах. Публично, публично давала торговые рекомендации. Значит, среда, 10 мая S&P Dow Jones, DAX, NASDAQ. Но единственное, NASDAQ не пошел, на самом деле, ребят. NASDAQ показал новый максимум. Ну, здесь ступлос. То есть кто шартил NASDAQ? Ну, я лично не шартила. Я, как я уже сказала, только с S&P работала. И своим подписчикам в закрытом канале только S&P рекомендовала. Но, тем не менее, и S&P, и Dow Jones, и DAX замечательно отработали продажи. Посмотрите, значит, DAX 10 мая среда, моя торговая идея на продажу публично. И два дня падения мы по DAX уже увидели. То есть краткосрочно себя торговая рекомендация отработала. Поэтому еще раз, ребят, подписывайтесь на мои открытые ресурсы. Будете всегда получать как апдейты моих публичных торговых идей, которые выходят на моем YouTube-канале, как правило, либо в субботу, либо в воскресенье. На YouTube-канале компания Markets дублируются эти видео по понедельникам. Если есть какие-то корректировки графические, я на протяжении торговой недели информирую своих подписчиков в открытом телеграм-канале, либо могу записать еще одно видео и выложить его на своем YouTube-канале Мария Кухта Трейдера. Поэтому, ребят, не забывайте подписываться для того, чтобы всегда быть в курсе актуальных графических формаций и тех ситуаций, которые показывает рынок, для того, чтобы можно было на этом заработать. Если вы желаете получать от меня больше торговых идей, подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал VIP-Мария Кухта и будете получать от меня торговые рекомендации с сопровождением и с графическим ценовым уровнем стопа. Также напомню, что я провожу курсы обучения, индивидуальные курсы обучения. Ребят, кому интересно, пишите мне в личку. Все мои контакты есть под видео. Если интересуют, обращайтесь ко мне. Подробную информацию я в индивидуальном сообщении вам отправлю по поводу курса обучения. Скажу лишь одно, что онлайн-занятиями у нас не ограничивается наша с вами работа, потому что я со своими учениками работаю еще полгода после окончания курса. Для чего? Для того, чтобы вы полностью на практике реализовали все знания, которые от меня получатся на курсах обучения. Вы сами увидите отработку. Плюс вы будете иметь доступ к моему закрытому телеграм-каналу. Вы будете видеть мои торговые рекомендации. Все не по ствактуму, то есть все торговые идеи, которые я буду своим подписчикам рекомендовать торговать, все это вы будете видеть и тоже можете использовать в своей торговле. Поэтому, если интересует, обращайтесь ко мне в личку, все мои контакты есть под видео. Ребят, ну что ж, в принципе, торговые идеи на предстоящую торговую неделю вы от меня получили. Если будут какие-то корректировки, обязательно проинформирую в своем открытом телеграм-канале. Мария Кухтотрейдер, поэтому не забывайте подписываться. Всем хорошего дня, ребята. Всем спасибо за просмотр. Если есть вопросы, задавайте. Если есть, значит, какие-то вопросы по рынку, тоже можете задавать. Писать в комментариях тикеры тех инструментов, которые вы бы хотели, чтобы я рассмотрела на следующих обзорах. Либо в индивидуальном формате отвечу на ваш вопрос и отвечу свое мнение по тому или иному инструменту. Это может быть инструмент из любого рынка, то есть как валютный рынок, так и крипторынок. Так, фондовый рынок, то есть по акциям тоже пишите, если есть вопросы какие-то. Фондовые индексы, металлы, товарно-серевой рынок, все рынки рассматриваю. Если есть вопросы, задавайте. Спасибо за ваши предыдущие комментарии и вопросы. Надеюсь на ваши свежие отзывы, свежие реакции, свежий фидбэк. Всем хорошего дня, прибыльной торговой недели и до скорой встречи.